Салям Достар! Это Солютюб, казахский с Акынычем. Совсем недавно, кажется, мы с вами изучали поздравления с Новым Годом. И вот снова на носу этот праздник. Если вы не смотрели тот наш праздничный выпуск, ну или, может быть, забыли фразы, которые мы там изучали, то обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании. А сегодня я предлагаю разучить песню про Жан-Ажел, про Новый Год на казахском языке. Ее можно легко найти в интернете. Ну, а здесь, чтобы YouTube не предъявил претензий по авторскому праву, я спою эту песню сам. Салям Достар! Салям Достар! Для того, чтобы выучить наизусть любую песню, нужно хорошо понимать ее смысл. В этой песне слова простые, сейчас мы их быстренько разберем. Первая строчка. Карда Апак, Айда Апак. Кар – это снег. Ай – месяц. Но какие они? Белые при белые. Апак. Мы уже знаем, что Ак – это белый, а Апак – это белый при белый, ну или совершенно белый. Эти короткие слова еще. Да, 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 да. Они обозначают союзы И. То есть, по-русски мы бы сказали и снег – белый при белый, и месяц – белый при белый. Карда Апак, Айда Апак. Но когда мы будем петь эту строчку, то Да Апак соединяются в одно слово. И получается Карда Апак, Айда Апак. Вторая строка. Апак. Крау Кистеля. Снова у нас тут Апак, белый при белый. Но кто? Крау. Крау – это иней. Иней. Крау. Кистеля – вышитый. То есть, иней – вышитый, белоснежный. Можно так сказать. Апак. Крау Кистеля. Апак. Крау Кистеля. Дальше идут сразу две строчки. Ак. Жбек. Тей. Ак. Ша. Кар. До. Кун. Са. У. Леса. Тир. Беда. Ак. Ша. Кар – это снегурочка. Кто-то считает, что оно состоит из двух слов. Ак. Ша – это деньги. Кар – снег. Но, на самом деле, Ак. Ша – это тоже разновидность слова белый. Поэтому Ак. Ша. Кар – снегурочка. Жбек – это шелк. Очень распространенное женское имя. Наверняка среди ваших знакомых есть жбек. Жбек – тей. Окончание тей. Вспоминаем. Дай – тей. Тай – тей. Окончание, которое обозначает нам сопоставление. И получается. Как шелк. Жбек – тей. Ак. Жбек – тей. Как белый шелк. Ак. Ша. Кар. До. Снегурочка. Заметьте, здесь стоит не просто Ак. Ша. Кар. Снегурочка. А именно Ак. Ша. Кар. До. До. Окончание снегурочку. Ну, что-то происходит со снегурочкой. Что? Ответ в следующей строчке. Сауле – это луч. Сауле – солнечный луч. Вспоминаем, что мы не можем просто сказать Кун Сауле. Потому что вот это окончание С, оно указывает нам на принадлежность. В данном случае луч Сауле принадлежит солнцу. Кун. И поэтому Кун Сауле С. Дальше идет глагол Тербейда. Вообще, Тербел или Тербету часто встречается в значении Качать или Калыхать. Помните красивую поговорку? Айель бэркулымен бэсгта. Женщина одной рукой колыбельную. Ей конша колымен. Алиэмда. Другой рукой мир. Тербетеда. Качай. Вот он, глагол Тербетеда. Но в данном случае Кун Сауле Са, солнечный луч, у нас, конечно, не качает снегурочку. Он ее лелеет. Тербел здесь в смысле слова лелеет, ласкать. Смотрим дальше. Тонок сезем шаттанада. Сезем это чувство. Но какое оно? Тонок. Тонок это прозрачный, чистый. Можно сказать Тонок куздир. Ясные глаза. Тонок куздир. Дальше глагол. Шаттану. Тоже глагол происходит от слова шат. Радость. Шаттану. Радоваться или веселиться. Ну и получается что-то вроде настоящее светлое чувство радуется. Тонок сезем шаттанада. Тонок сезем шаттанада. Дальше. Сезеп. Алда. Умыт. Сезу. Чувствовать. Сезеп. Чувствуя. Алда. Алда это впереди. Умыт. Надежда. Ну и получается так. Как бы предчувствовать то, на что надеешься. А надеемся мы всегда на хорошее. Сезеп. Алда. Умыт. И дальше идет красивое описание природы. Бар алемды аппак көрпе. Кушағына бөледі. Бар алемды аппак көрпе. Бар алемды аппак көрпе. Кушағына бөледі. Алем это мир. Бар алем весь мир. Көрпе. Адеяло. Аппак көрпе. Белое при белое белоснежное одеяло. Кушағына бөледі. Кушағына в объятия. Бөлел укрывать. Получается. Весь мир укутан в объятия белоснежного покрывала. Бар алемды. Весь мир аппак көрпе белоснежного одеяла. Кушағына бөледі. Вот эти объятия укутаны. Бар алемды аппак көрпе. Кушағына бөледі. Ну а потом идет припев. Который можно запомнить вообще с первого раза. Он очень простой. Жан ажыл, жан ажыл, жан ажыл. Новый год, Новый год, Новый год. Жан агасар. Гасар – это век, Новый век. Жан абақат – новое счастье. Жан анур – Новый свет. Ну и здесь свет в более широком значении этого слова. Как бы благословенный свет, как символ или источник жизни, новой жизни. Жан агасар, жан абақат, жан анур. А потом опять строчка. Жан ажыл, жан ажыл, жан ажыл. Кут туболсон, кут туболсон, жан ажыл. По-моему, все очень просто. Вот так быстренько сегодня мы изучили куплет и припев отличной песни про Новый год, которую я желаю вам исполнять каждый год. Хорошая компания. Жан ажыл, дайсыз дерге те куанышто хабарлар келесын, пускай в Новым году к вам приходят только рес update новости. Жан ажыл, дай эрбір куаншкға толу болсын. Пусть каждый день в Новым году будет наполнен радостью. Бейктен, бейктерге самганздар. От вершины к вершине поднимайтесь. пускай в ваших семьях поселится спокойствие и согласие увидимся в новых роликах с youtube казахский саканычем